Знаки Зодиака по годам в китайском календаре Что может рассказать китайский гороскоп по годам рождения? Восточный гороскоп по годам рождения – наука, которая была основана тысячелетия назад и остается актуальной по наше время. Профессионалы в области астрологии во все времена пользовались особым уважением в кругах богатых людей и торговцев. Рассматривая основные свойства данной области знания, следует учитывать, что китайский гороскоп по годам рождения представляет 60-летний цикл, состоящий из последовательного чередования 12 животных, каждый из которых правит в течение одного года. Согласно представленному гороскопу по годам, животные соответствуют пяти элементам – дерево, огонь, земля, металл и вода, которые наделяют человека особым темпераментом, характером и предпочтениями. Животные правители восточного гороскопа по годам рождения – крыса, бык, тигр, кролик, кот, дракон, змея, лошадь, овца, коза, петух, собака, свинья. Согласно восточной легенде порядок знаков был выбран не случайно. Китайский гороскоп по годам – крыса, 1948, бык, 1949, тигр, 1950, кролик, 1951, дракон, 1952, змея, 1953, лошадь, коза, обезьяна, петух, 2017, собака, 2018, свинья. 2019 легенда гласит, когда великий Будда решил проститься с нашей планетой. Животные по очереди пришли с ним попрощаться и именно в этом порядке были избраны правители китайского гороскопа по годам рождения. По другой версии, было организовано соревнование на быстроту и ловкость. Все сказания сходятся в том, что крыса завоевала лидирующую позицию нечестными методами. Вот почему согласно астрологической характеристике года, управляемого крысой, люди, рожденные в это время, отличаются особой хитростью и изворотливостью. Какие бывают года рождения по животным? Традиционно астрологический Новый год по китайскому гороскопу начинается в зависимости от лунного календаря. Специальные таблицы помогут ответить на вопрос, какой год под каким знаком зодиака по китайскому гороскопу настает в данный момент. Астрологические таблицы особенно необходимы тем, кто родился в первый месяц эгрегорианского календаря и не может определиться какому году по знаку зодиака восточного гороскопа эти месяцы соответствуют. Описывая года по знаком животных китайского гороскопа принято разделять на четыре триады, которые будут в полной мере описывать основные характерные черты человека. Года по животным первой триады представляют крысу, обезьяну и дракона. Как правило, люди, рожденные во время правления данных знаков, отличаются энергичностью, общительностью и активностью во всех сферах жизни. Представленная триада характеризует такого человека как склонного к крайностям, одаренного дипломатичностью и высокими интеллектуальными способностями. Вторую триаду восточного гороскопа составляют бык, петух и змея. Эти года по животным характеризуют человека трудолюбивого, пунктуального, толерантного, наделенного умением рассчитывать собственные силы добиваться поставленной цели любым путем. Тигр, собака и лошадь – знаки, которые формируют третью триаду гороскопа. Основные черты людей, рожденных в эти годы – гуманизм, желание помогать нуждающимся, умение убеждать и заводить важные знакомства. Согласно китайской астрологии, свои названия года четвертой триады получили в честь кролика, кота, свиньи и овцы и козы. В это время рождаются люди с выраженными творческими способностями, деловой хваткой и тягой ко всему прекрасному. Последняя триада наделяет человека не только арсистизмом и интуитивностью, но и романтической душой, которая стремится познать все прелести любви и взаимопонимания. Кристина Дороти – астролог. Только персональный гороскоп даст вам полную картину грядущих событий в вашей жизни. Не упустите возможность получить заглянуть в будущее все знаки китайского гороскопа. Подпишись на рассылку. Гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака. Нажимая на кнопку «Выдаёте согласие» на обработку своих персональных данных. Что может рассказать китайский гороскоп по годам рождения? Восточный гороскоп по годам рождения – наука, которая была основана тысячелетия назад и остается актуальной по наше время. Профессионалы в области астрологии во все времена пользовались особым уважением в кругах богатых людей и торговцев. Рассматривая основные свойства данной области знания, следует учитывать, что китайский гороскоп по годам рождения представляет 60-летний цикл, состоящий из последовательного чередования 12 животных, каждый из которых правит в течение одного года. Согласно представленному гороскопу по годам, животные соответствуют пяти элементам – дерево, огонь, земля, металл и вода, которые наделяют человека особым темпераментом, характером и предпочтениями. Животные правители восточного гороскопа по годам рождения – крыса, бык, тигр, кролик, кот, дракон, змея, лошадь, овца, коза, петух, собака, свинья. Согласно восточной легенде порядок знаков был выбран не случайно. Китайский гороскоп по годам – крыса 1948, бык, 1949, тигр, 1950, кролик, 1951, дракон, 1952, змея, 1953, лошадь, коза, обезьяна, петух 2017, собака 2018, свинья. 2019 легенда гласит, когда великий Будда решил проститься с нашей планетой. Животные по очереди пришли с ним попрощаться и именно в этом порядке были избраны правители китайского гороскопа по годам рождения. По другой версии, было организовано соревнование на быстроту и ловкость. Все сказания сходятся в том, что крыса завоевала лидирующую позицию нечестными методами. Вот почему согласно астрологической характеристике года, управляемого крысой, люди, рожденные в это время, отличаются особой хитростью и изворотливостью. Какие бывают года рождения по животным? Традиционно астрологический Новый год по китайскому гороскопу начинается в зависимости от лунного календаря. Специальные таблицы помогут ответить на вопрос, какой год под каким знаком зодиака по китайскому гороскопу настает в данный момент. Астрологические таблицы особенно необходимы тем, кто родился в первый месяц эгрегорианского календаря и не может определиться какому году по знаку зодиака восточного гороскопа эти месяцы соответствуют. Описывая года по знаком животных китайского гороскопа принято разделять на четыре триады, которые будут в полной мере описывать основные Характерные черты человека Года по животным первые триады представляют крысу, обезьяну и дракона. Как правило, люди, рожденные во время правления данных знаков, отличаются энергичностью, общительностью и активностью во всех сферах жизни. Представленная триада характеризует такого человека как склонного к крайностям, одаренного дипломатичностью и высокими интеллектуальными способностями. Вторую триаду восточного гороскопа составляют бык, петух и змея. Эти года по животным характеризуют человека трудолюбивого, пунктуального, толерантного, наделенного умением рассчитывать собственные силы добиваться поставленной цели любым путем. Тигр, собака и лошадь – знаки, которые формируют третью триаду гороскопа. Основные черты людей, рожденных в эти годы – гуманизм, желание помогать нуждающимся, умение убеждать и заводить важные знакомства. Согласно китайской астрологии, свои названия года четвертой триады получили в честь кролика, кота, свиньи и овцы и козы. В это время рождаются люди с выраженными творческими способностями, деловой хваткой и тягой ко всему прекрасному. Последняя триада наделяет человека не только арсистизмом и интуитивностью, но и романтической душой, которая стремится познать все прелести любви и взаимопонимания.